Всем огромный привет! Вы находитесь на канале Ирины Ковальчук. Сегодня я буду готовить что-то просто волшебное, потому что это имеет название тыквенная баба. Очень давно мой муж просил меня приготовить именно ромовые бабы, но сегодня я буду готовить тыквенные. Сейчас осень, золотая пора, и это будет, я думаю, очень-очень вкусно. Так что я спешу с вами поделиться этим рецептом. Для замеса теста я возьму пырять тыквы, сахар, яйцо одно целое и один желток, масло сливочное, которое комнатной температуры. Немного добавлю сразу ванильного сахара к обычному сахару и оставшаяся мука, которую просеиваем и замешиваем тесто. Сразу же можно все соединять. Эту тыкву отправляем в опару, которая у нас уже подошла. Сейчас она быстренько опаратит. Сюда же я отправляю яйца, высыпаю сахар. Все перемешиваем. Тесто у нас будет красивого желтого цвета, такое очень-очень солнечное. Отправляю сливочное масло комнатной температуры. Оно очень-очень мягкое, его даже растапливать не нужно. И все хорошенечко смешиваем. В итоге получается такое красивенькое тесто. Оно практически не липнет рукам, но оно, в принципе, должно быть такой консистенции, что-то приближенное к куличам, можно так сказать. И ставим его еще раз в миску, накрываем пленкой и ждем, пока оно подойдет и очень хорошо поднимется. Это еще приблизительно час-полтора. Сейчас мне необходимо сварить сироп. Если вы будете готовить для деток, то тогда добавляйте сахар, воду и цедру, лимон и апельсин, для того, чтобы присутствовал какой-то аромат. А если готовят для взрослых, то сахар и воду кипятим, остужаем сироп и в конце добавляем к нему либо ром, либо коньяк, либо же ромовую эссенцию. И после чего этот сироп уже будет готов и будет ждать того, когда можно будет в него окунуть тыквенные вагы. Тесто у меня два раза поднялось. Где-то два часа я на это потратила. Здесь я подготовила 12 формочек. Сливочное масло, которое нужно немножечко растопить и смазать им формой. И тесто нужно поделить на 12 ровных частей. Каждый кусочек теста, который я уже разделила, руки постоянно смазываем сливочным маслом, либо же растительным. Обминаем, делаем красивый кружочек, который укладываем на свое место в формочку. Вот. Формочки тоже уже смазаны. Вот так это сейчас выглядит. И так я поступаю с абсолютно каждым шариком. Для того, чтобы они имели красивую форму, их нужно именно вот так делать кругленькими. И духовку уже можно включить тоже на разогрев. До 200 градусов ее разогреваем. Потом будем температуру понижать. После того, как все тесто укладывали в формочки, накрываем сверху пленкой и оставляем на минут 40 на расстойку, для того, чтобы они хорошо подошли. И где-то за минуты 10 будем разогревать духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Мои бабы тыквенные подошли уже, поэтому я их отправляю в духовку. Приблизительно они там должны выпекаться около 20 минут. Им будет достаточно. Но вы смотрите по режиму и по тому, как печет ваша духовка и как она справляется с этими функциями. У моей все намного быстрее выпекается, поэтому если ориентироваться нужно на 20-30 минут, то я знаю, что 20 будет вполне мне достаточно. Все засовываем и ждем, пока они испекутся. Пока выпекаются бабы, нужно сделать глазурь. Здесь у меня сахарная пудра вместе с лимонным соком и тыквенным соком в одной сосуде. Я сейчас выливаю весь сок и начинаю перемешивать. Нужно, чтобы получилась у нас глазурь и консистенция у нее была, как глазурь, которую можно рисовать на печенье. И поэтому я буду постепенно добавлять в жидкость сахарную пудру для того, чтобы не упустить тот момент, когда будет мне необходимая консистенция. Она должна быть не жидкой, не литься, а быть чуть гуще, как жидкая сметана. Все, такой консистенции мне будет достаточно, поэтому оставляю пока что в сторонке. Такая красотень получается. Только достала из духовки, они очень горячие. И сейчас я их буду переворачивать и остужать вот так вот дном вверх. Накрываю их сверху полотенчиком и даю возможность остыть. После того, как бабы немножечко остыли, беру деревянную шпажку и протыкаю ею несколько отверстий. Прям можно не жалеть. Чем больше, тем лучше они пропитаются и будут впитывать сироп. Протыкаем так все наши бабы, после чего будем пропитывать сиропом, который остыл и уже готов тоже. Здесь у меня сироп, который остывший, и булочки, которые тоже уже практически остыли, они еще немножечко тепленькие. Сейчас я беру, протыкаю вот так, для того, чтобы мне было удобней, опускаю булочку в сироп и достаю. Так я проделываю со всеми моими булочками. Если сироп останется, то можно будет повторить эту процедуру и сделать так еще по одному разу. То есть два раза можно так делать. Если нет, то так и оставлю. У меня осталась приблизительно половина сиропа, поэтому я сейчас жду буквально 5 минут и буду еще раз проделывать ту же самую процедуру. Я поставила, чтобы каждая баба тыквенная стояла ровненько. И сейчас приготовили мы глазурь. Поливаем этой глазурью сверху шапочки и даем возможность им полностью высохнуть. Тогда уже можно будет кушать эти ромовые бабы. Но я не уверена, что я дождусь момента именно, когда они высохнут. Потому что попробовать хочется уже. Все, поливаем глазурью и ждем, сколько можем. Думаю, что всем интересно, какая же она внутри. Она очень мягкая. Видите, даже ножом ее сейчас резать очень-очень сложно. И вот как она выглядит внутри. Очень пышная, очень-очень мягкая, нежная. Сейчас попробую, какая на вкус. Я сейчас, наверное, буду очень долго подбирать слова, чтобы вам правильно описать и передать ту атмосферу, которая сейчас находится у меня на кухне. Потому что это безумно ароматно, безумно вкусно. Это просто нежнейшее тесто. Я не знаю, я вот выпекала куличи, я очень люблю тесто для куличей, но это намного лучше. Эти бабы подарят вашему дому тепло, уют, наполнят его запахом, именно осенним запахом. Они очень красивые, как внутри, так и снаружи. Это золотистое тесто, это просто неописуемо. Обязательно попробуйте. Я знаю, что готовить такую сладость у себя дома, это преступление, потому что капец в вашей фигуре, но это безумно вкусно. И если у вас есть кого порадовать, то обязательно порадуйте. Приготовьте. И вам за это скажут спасибо. Я желаю вам приятного аппетита. Как всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч. Очень вкусно.